Места или про что? Я думаю, что сама реши, как тебе лучше. Так, время уже наступило, можешь начинать рассказывать. Хорошо, я тогда начну про теоретические волны, и тогда, если я успею, сейчас я буду закрывать. Так, а кто, значит, у нас опаздывает, тот кусочек не увидит. Вот. Будем дисциплинировать наших участников. Приходить надо вовремя. Так, а кто еще подключился без видео? Я буду презентацию показывать. Хорошо, Наташа, давай. Так, загружается. Вот. Как работают океанические волны? А эту презентацию ты сама сделала? Да. Ух ты даешь, ну-ну. Ну, я как бы узнавала в интернете, но писала, как бы, чтобы дети поняли. А, ну, понятно. Только давай без как бы, ладно? Просто писала и все, без как бы. Сегодня мы узнаем побольше об океанических волнах. Мы узнаем, ну, тут вы узнаете про рыб-течение, как работают волны, про волны-убийца, про виды волны-процунами. Так, начнем. Отбойное течение. Рыб-течение – один из видов морских прибрежных течений, направленных под прямым углом от берега к морю. Образуется в ходе отлива, когда разлившаяся вода начинает отходить с разной скоростью. Обратно в море. Очень опасно для людей отбойное течение мелководных морей с мелким берегом, которые окружают песчаные косы, мели и островки, Азовское море, Мексиканский залив и другое. В данном случае во время отлива вода не может постепенно вернуться в открытое море и за сдерживание ее песчаной косы. Давление на воды на узкий пролив, соединяющий лиман с морем, резко нарастает. В этом месте образуется быстрина, по которой вода устремляется обратно в море. Большой скоростью до 2,5 метра. Трех метров в секунду. Понятно. Образуется в Чечении. Это песчаные косы. Ох ты, как красиво. Это как длинный остров, остров, который окружен водой. Понятно. Это лиман. Ага, это лиман. Ух ты. Он соединяет два острова. И оно окружено водой. Вот это картинка рыбки Чечении. Вот так оно идет, и потом... То есть оно может уносить людей в море, да? Да. Так всегда и происходит. Всегда так и происходит, потому что... Чтобы выплыть, надо плыть вот так. И чтобы выплыть, надо плыть не вот там, а на диагонали. Следующая вот эта вот линия тебя опять вытолкнет в середину туда. А вот надо вот так на диагонали. Попробуем, но безопаснее. Вот как идет рыбки Чечения. Видите, вот тут вот. Да, и оно даже может быть на ровном берегу, правда? Да, оно может быть... Но я не знаю. Я не уверен. Что значит на ровном берегу? То есть, когда береговая линия, просто прямая линия. Да, может. Тут вот белая вот эта рыбь Чечения. Обойное Чечения. Вот как работают океанические волны. Волна образуется благодаря цеплению чувствительности жидкости и воздуха. Скользя по гладкой поверхности воды, поначалу воздух создает рябь. Рябь – это вот эти маленькие волны. Ага, понятно. А затем действует на ее наклонные поверхности и развивает постепенно волнение водной массы. Волны могут только перемещаться в вертикали. Морскими волнами называют движение воды на морской поверхности, возникающее через определенные промежутки времени. Структура волны. Высшая точка волны называется гребнем. Так. Раз. Вот, гребень. Вот это вот. Ага, вот так. Дальше. Гребнем или вершиной волны. А нищая точка – подошвой. Так, подошва у нас. Ну да, видно. Можно добавить? Да. Кто хочет добавить? Вот. Как появляются волны? Это еще связано с приливами и отливами. Луна это делает. Ну вот волны. Она вокруг нашей Земли, ну по орбите летит и притягивает к себе воду и получаются волны. А, ну то есть это луна летит, да? Ну да. Ну вот ветер тоже влияет. Ну хорошо, пускай Наташа дальше продолжает. Да, можно? Время между двумя гребнями или подошвами называется периодом волны. Ах, я не знаю. И вот ветер, а вот длина волны. Значит, это очень, ну это достаточно длинная волна. Волны-убийца. Убийца. Волны-убийца – гигантские волны, возникающие в океане высотой более 30 метров. Еще каких-то 10-15 лет назад ученые считали историю моряков об исполинских волнах-убийцах, которые возникают из ниоткуда и топят корабли всего лишь морским фольклором. Долгое время блуждающие волны считались выдумкой, так как они не укладывались ни в одну существенную на то время математические модели расчетов возникновения и их поведения, потому как волны высотой более 20 метров в океане планеты Земли не могут существовать. Одно из первых описаний волны монстров относится к 1826 году. Ее высота была более 25 метров. И заметили ли ее в Атлантическом океане недалеко от Бискайского залива. И вот эта волна... Ой-ой-ой, так она же корабль может пополам сломать. Да, это они убивают... Они очень большие, поэтому они могут корабль сломать. Вот, обычно, ну, многие корабли топятся вот из-за волн убийцев в шторме. Угу. Виды волн. Брррр, стрёмные какие. Да, очень большие. Так. Ой, извините. Волны могут проходить огромные расстояния, не изменяя формы, и практически не затирая энергии долго после того, как вызывавший их ветер утихнет. Разбиваяся берег, морские волны высвобождают огромную энергию, накопленную за время странства. Силы непрерывно разбивающихся волн по-разному изменяют форму берега. Разливающиеся и накатывающиеся волны намывают берег и поэтому называются конструктивными. Конструктивными, потому что они... Чего-то они строят, правда? Они просто изглуб песок или там камни выносят на берег, поэтому они называются конструктивными. Ага. Волны, обрушивающиеся на берег, постепенно разрушают его и смывают защищающие его пляжи. Поэтому они называются деструктивными. Разрушительными. Низкие, широкие, закругленные волны вдали от берега называются зыбень. Так. Зыбень. Ой, подожди. А зыбень – это то же самое, как краби. Это... Только большой величины, да? Ну, как-то больше круги и овалы. Угу. Так. На мелководье волна разбивается. Крутые высокие морские волны подтачивают скалу оснований. Эти скалы порой обрушиваются. Иногда вода поднимается по вертикальным трещинам в скале до вершины и вырывается до поверхности. Ну-ка, ну-ка. Есть такая картинка? Нет такой картинки. Я могу просто поискать такую. Ну ладно, пока дайте, давай. Разрушительная сила волна расширает трещины в скале. Так. Так. Сейчас у меня там еще чуть-чуть написано, да, это мне надо вытянуть. Разрушительная сила волн расширает трещины в скале, образуя пещеру. Когда волны подтачивают скалу с двух сторон, пока не соединяются в проломе, образуются арки. Когда вверх арки падает мор, остаются каменные столбы. Так, теперь я могу опять. Так что, все, да? Нет, нет. Цунами. Цунами – это волны огромной разрушительной силы. Они вызываются подводными землетрясениями или извержениями вулканов. Бывают даже вулканы в воде. И могут пересекать океаны быстрее, чем реактивный самолет. Тысячу километров в час. В глубоких водах они могут быть ниже одного метра. Но, приближаясь к берегу, замедляют свой бег и вырастают до тридцати, до пятидесяти метров. Прежде чем обрушиться, застопляя берега и сметая все на своем пути. Ой. Прежде чем обрушиться, застопляя берега и сметая все на своем пути. 90% всех зарегистрированных цунами отмечены в Тихом океане. То есть самый такой цунамный океан от Тихии, да? Вот одна картинка цунами. Я так думаю, что по картинке, которая справа, это монтаж. Да. И я не знаю. Корейского это не настоящая картинка. Да, мне кажется. Там вот дома, я вижу, девятиэтажные. Это 25 метров. А волна в четыре раза больше. Это 100 метров. Такого ни разу не было. Я не знаю. Вот. Да. Это только может быть в фильмах. Ой, спасибо, Наташенька. Вот и все. Спасибо. Выключай, пожалуйста, демонстрацию. Так. Теперь у нас Кристина должна быть следующая, да? Алло, Кристина. Так, Кристины у нас нету, да? Так, ну что, Степочка, тогда, наверное, ты что-то приготовил? Ну, я мало приготовил. Я могу еще одну свою про места рассказать. Я тоже там подготовил. Сейчас, подожди, Наташенька. Давай мы степим. Вот одна из необычных планет — это Юпитер, потому что вот на нем есть красное пятно, а вот это красное пятно, оно вообще очень давно было и до сих пор не исчезло. Почему? Вот ответ, теория есть тоже, что красное пятно, как каннибал поедает своих других маленьких вихрёв. Ну, а то есть это красное пятно — это что-то такое, которое изменяется, да? Да, это как каннибалы, вот оно ест других. Ну, вот. То есть там есть маленькие пятна и есть одно большое, да? Да. Ну, не маленькие пятна, просто вихри, и он их поедает. Ну, типа такого. Похоже. Степан, а сколько времени надо, чтобы от Земли до Юпитера долететь? Ну, я точно не помню, но вот если бы Юпитера не было, то нас просто разбились. Не страшно у нас. То мы бы просто разбились на части нашей планеты, потому что Юпитер сдерживает кучу астероидов. И вот между Юпитером и Марсом полиастероидов. А если Юпитер пропадёт, то вот все метеориты, которые попадали в Юпитер, будут попадать в нас. Юпитер создаёт такую мощность. Ну, силу притяжения, да? Да, и все метеориты летят в него, и там ломаются, потому что вот там есть на глубине, я уже не очень помню, но вот на какой-то глубине вроде бы газ становится железным, и вот там всё раскалывается на части. Он фактически это самое, спасает нашу Землю, да? Да. Так что его могут, ну вот, его могут разобрать в будущем, чтобы железо было, когда астероиды кончатся. О, наверное, этих астероидов надолго хватит, правда? Ну да. Что происходит с самой планетой? Она не рушится от астероидов? Это кто говорит, алло? Это я. А, Наташа, это ты говоришь? Ну-ка ещё раз повтори. А сама планета от астероидов не рушится? Или оно происходит, что астероиды там как бы притягиваются и не в саму планету врезаются, а... Останавливаются. Нет, либо врезаются, либо нет. Да, а планеты тогда ещё рушатся с каждым астероидом. А скажи, пожалуйста, Степан, а Юпитер больше, чем Земля? Да, намного больше. И он вроде бы весит больше, чем все другие планеты. Ну вот, в два с половиной раза вроде бы. То есть в Земле все планеты имеют массу в два раза меньше, чем Юпитер, да? Ну, вроде бы, в два раза с половиной или в полтора раза. Ну вот, значит, я так понял, вот там у нас Наташа сегодня рассказывала. А сестру как зовут? Арина. Как же, Алин? Арина. Арина, смотри, что Степа тебе ответил. Юпитер такой большой, что силы от падающих астероидов не хватает, чтобы его расколоть. Понятно? Вообще, Юпитер состоит из газа, вроде бы, из углекислого газа и гелия. Ну, вот. Поэтому астероиды, когда падают, им очень мягко падают, правильно, Степа? Да, и они просто в него втягиваются. Ага. Ну, то есть его масса всё время увеличивается, получается так? Да. Вы знаете, чему я удивлялся? Вот наша Земля каждые сутки увеличивает свою массу на 12 тонн. А кто знает, откуда берётся эта лишняя материя? Может быть, от того, что все в туалет ходят? Оригинальная идея. Из-за того же опыта. У нас же 7 миллиардов человек на планете и очень много детей расширяется, и поэтому они всё... Так, ребята, подождите. Вон там Тайбериус ручку тянет. Смотрите, я хочу ваше внимание обратить, какой он молодец. Давайте мы тоже у него научимся и тоже так будем делать. Если кто-то хочет сказать, поднимай руку. Давай, Тайбериус. Ну да, я хотела тоже сказать, что Степан говорит, что у нас мы умножаемся, что мы тяжелее становимся. А ещё что люди начали есть всякие рабиши очень. Что-что люди начали? То есть всякие Макдональдсы есть. Толстеют люди, значит, люди становятся тяжелее. Нет, люди-то, конечно, тяжелее становятся, но при этом масса Земли не увеличивается, потому что... Ну да, потому что... Вот мы же едим, наоборот, она уменьшается. Ну да, правильно. Она уменьшается, я не знаю. Так, давай, Арина, ты хочешь сказать? А может быть из-за... Я же выглядела, что когда всем говорили, вы сказали про пыль что-то. Тогда, может быть, пыль седает и делает планету ещё боль? Да, конечно. Вот смотрите, вы, наверное, слышали про такую традицию, что если звезда упала, то можно загадать желание, да? Так вот эти падающие звёзды, это есть мельчайшие пылинки, которые сгорают в атмосфере, и нам кажется, что эта звезда падает. На самом деле это мельчайшая песчинка, она с такой большой скоростью летит, что когда она сгорает, кажется, что это целая звезда упала. Вот эти звезды... Мне все время казалось, что людям... Ну, мне всегда говорили, что вот эти падающие звёзды – это астероиды. О, нет, конечно. Если бы астероиды падали, это была бы катастрофа. Астероид – это очень большой камень, понимаешь? Я не падал, а пролетал, как бы. Нет, так он же как раз, он не пролетает, он сгорает в атмосфере, и вся его масса в виде вот этих продуктов сгорания попадает всё равно на землю. Так, ладно. Что у нас? Ксения не пришла. Алло, Ксения? И вот ещё хочу... Когда хочешь говорить, как договорить? Сделаешь вот так, да? Давай, скажи. Я вот ещё хочу рассказать про необычную планету. Вот алмаз, он очень крепкий, но вот бывает такая планета, которая состоит только из алмазов. И вот, ну, конечно, она очень много денег стоит, можно так сказать. Скажи, пожалуйста. Ну, она, она далеко, и даже вот если мы будем лететь со скоростью света, то мы не сможем получить эту планету. Так, подойди, подойди, вот там Наташа тянет руку. Наташа, давай. У меня один. Я нашла сколько, от Земли до Марса, до Юпитера, 4 миллиона... 450, 43 миллиона. 450, 43 миллиона миль. А, нет, ну, это, конечно, нам... Эта цифра нам ничего не говорит, потому что нас интересует, если современный звездолёт будет лететь, сколько времени надо, понимаешь? Так, девочки, у вас камера так стоит, что мне Наташу вообще не видно. Вы как-то камеру подвиньте поближе к середине. Просто, может, вот так. Ну, хотя бы вот так, да, вот. И так, чтобы голова была повыше. Сейчас я сниму. Нет, наклоняйте вниз. Так, Тайбириус, у тебя тоже голова слишком внизу, ты камеру немножко наклони. Вот так, спасибо. У меня ещё есть вопрос. Давай. Какая, вот какая это планета, которая состоит из алмаза? Вот, пускай Степан отвечает, где эта планета? И какая? Как её зовут? Ну, я точно не помню. Вот, это была, нет, не помню вообще название. У меня предложение. Мы поручим это Степану, он про это выяснит и в следующий раз нам расскажет, хорошо? Степан, сможешь, ладно? Угу. Ну и вообще, я бы тебя просил как-то более конкретно рассказывать, понимаешь? Когда ты какой-то вопрос, ну, хочешь нам сказать, ты как-то готовься, ладно? А то, как всё получается так вообще-вообще-вообще, правда? Так, ну, Наташенька, давай вторую презентацию. Ну, хорошо, Наташенька. Так, значит, про что ты будешь нам скажи? Про удивительные, самые удивительные места мира. Ну, давай, только не сильно много. У меня всего три места и чуть-чуть написано. У меня времени не хватало, чтобы это сделать, поэтому я не знаю. Вот. Самые удивительные места мира. Давайте поближе узнаем удивительные места. Мне мама сегодня прислала такую... Сказала, что обязательно поделиться, что пустыня зацвела. Пустыня Атакама, которая считается самым засушливым местом на земле, однажды неожиданно зацвела. Такое явление бывает очень редко, сообщает Яхуну Ньюс. А в Атакаме, находящейся на побережье Чили, дождь выпадает не чаще раз в десятилетие. На ее практически безжизненной территории встречаются лишь редкие лишайники и мелкие кактусы. Вот картинка. Это которая сейчас? Это сейчас происходит. Ух ты! Как необычно, как красиво, как уникально. Здорово. Теперь я расскажу про грант. Давайте рассмотрим фотографии удивительного национального парка США, Гранд Каньон. Это место находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка Гранд Каньон. Гранд Каньон много лет уже удивляет всех своей красотой и глубиной. Он один из самых глубоких каньонов в мире. А вы знаете, что он сформировался 5-6 миллионов лет назад? Так, не верите, я гарантирую. Так, дальше. Фотографии Гранд Каньон. Ух ты! Вот это он очень глубокий. Вот так. Глубина. Вот это глубина. Посмотрите на картинку. Гранд Каньон такой глубокий. Вот. Ой. Извините. Самый глубокий каньон достигает 1857 метров в глубину. Это 400... Подожди. Извините, я тут ухожу. Это 4000 футов. Ага. Понятно. То есть, если туда какой-то небоскреб поставить, он целиком поместится там, да? Я думаю, он будет еще и меньше. Я не знаю. Мне кажется, будет меньше. Ну, я там вижу справа. Справа там эльфевая башня, да? Эльфевая башня – это самый маленький. Ага. Эльфевая башня – это 100 этажей. Угу. Или... Да. Я вот про это не знаю, но он... Ты... И он намного меньше. Смотрите, какой он маленький по сравнению. Гранд Каньон. Вот это я могу сказать, что там, например, 200 этажей, я думаю даже. Угу. Он чуть побольше. Вот в Дубае вот это, она достаточно высокая. Она пройдет больше после Гранд Каньон. А эльфевая башня даже, не знаю, наверное, треть пройдет. Слушай, ну получается, что каньон почти 2 километра длиной, глубиной, да? Ммм, да. Ну 2 километра – это 2000 метров, а тут 1800, правильно? Да. Еще каких-то 100 метров с небольшим, и получится 2 километра. Это очень много. На высоте 2 километра самолеты спокойно летают, правда? Ага. О, какой глубокий ужас. Ну, там, мы там были, там было очень высокое, и мне было очень страшно. Много людей к краю подходили. Да, прям к краю. А вот там какой-то, там какой-то мостик нарисован, и что такое? Это скайвак, это такая очень крутая вещь, где ты можешь выйти как бы и посмотреть, с горы посмотреть. Снизу стекло. Ага, понятно. И мы не ходили туда. Мне, вот, я говорю, не подходите к краю, не подходите. А мне говорили, но я поняла, что там, посмотрите как, если ты упадешь, ты как бы просто на следующей ступеньке. Потому что тут как бы ступеньки, видите? Ну да. Ты просто остановишься на следующей ступеньке, но залезть обратно тебе будет почти невозможно, я бы сказал. Ну, давай дальше. За эти годы. А вы знали, как за эти годы, 5-6 миллион лет, Гранд Каньон изменялся? Нет? Тогда давайте я вам расскажу. Он изменялся по слоям. Если вы не поняли, что это значит, то посмотрите на эту кардингу. Видите, что Гранд Каньон сделан слоями? Видите, что там такой белый, потом, ну, зелененький, серый, потом красный. Ну да, да. Тоже показывает это. Это все слои. Он разноцветный. Он обычный, мутики, как и другие. Да, он разноцветный, но он большей части, он состоит из красных. Да, это мутики, если есть дома. Так, ну, давай дальше. Посмотрите теперь вот на эту картинку. Она написана английском, но все равно вы сможете рассмотреть слои. Их три группы слоев. Синий, красный. Синий – это один. Вот это вот большое. А внизу не видно, поэтому я вот так. Видно, опять. Вот. Видите, синий – это первая часть. Зеленый – это... Нет, красный – это вторая группа слоев. А третий – это зеленый. Ну, сначала был третий, потом... Ну, на самом деле, сначала был третий, потом второй, потом первый. Раз он вот так вот. Но во всем слоев три. В этих группах есть слои. И вот слоев 18. Тут вот даже три таки есть. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 десять. Ну, примерно каждый слой за миллион лет. Да. И примерно тысячу миллион лет. Да. Понятно. Да. Примерно каждый слой за тысячу лет. А как же они получились? Это что там? Кто-то ходил, насыпал слоями песочек или как? Ну, это как бы... Ты потом нам расскажешь в следующий раз, как получались слои за эти миллионы лет, ладно? Ты себе вопрос запиши, Наташа. Мы в следующий раз во вторник не сможем пройти. Я, может быть, подготовлю, наверное, на после следующей вторник. Я понял, хорошо. Так, давайте дальше. Дальше есть еще? Да. Пещера Шон Донг, Вьетнам. Угу. А вы знаете, что бывают такие пещеры, у которых глубина около 150 метров, длина около 9 тысяч метров? И эта пещера самая большая на свете. Я представляю вам пещеру Шон Донг, Вьетнам. Водки пещеры Шон Донг. Ух ты. Очень красивая. Здоровенная. Прям там целый город можно построить внутри. Да. Если она 9 километров длиной. Вау. Шон Донг состоит из 150 кротов различных размеров. Максимальная высота сводов доходит до 200 метров. А ширина до 150 метров. Длина составляет около 9 километров. Общий объем подземных помещений оценивается 38,5 миллионов кубометров. Примерное расположение гротов указано на рисунке ниже. Слушай, а у нее потолок может упасть? Я не думаю. Ну вот тут вот, видите, тут камень. Обвал. Обвал вот тут вот. Подождите, дайте я. Видите, вот тут обвал. Да, ну смотри, там вот это зелененькое. Оно такое тоненькое, крыша это. Это не крыша, это как бы земля. А, черная это земля. Нет, это уже трава. Это трава. Пещера как бы под землей. А, вот это вот светленькое внизу, да? Это сама пещера. Это сама пещера. А сверху уже трава, по которой мы ходим. Нет, но мне на самом деле кажется, что это не трава, по которой мы ходим, а то, что это как бы за много лет, а не как бы мох и все такое обросло на пещере. Нет, наверное, это просто лес растет. Какая трава? Ну не знаю. Ну вот, дорогой. Вот тут мужик на камне стоит, ну дядя. Тут вот красивая стадия. Когда ты так рассказываешь, как будто ты туда ходила. Ты что, туда ходила? Нет, конечно. Нет, ну ты вот... Мы еще ни в одной пещере не были. Ты не сказала, что ты на каньоне была, правда? Да, на каньоне мы были. Я и подумал, может быть, в пещере тоже были? Мы 7 часов от нас. Да, 7-8 часов. Мы на машине ездили. На машине. Это куда? До пещеры? Нет, до каньона. А, до каньона. А мы еще не были. Вот это очень... Мне тоже очень нравится вот это. Да, какое-то озеро под землей целое. Так, ну что? Все? Закончила? Вот тут-то мало. Вы когда-нибудь видели воду, которая светится синим цветом, как будто семяное сияние или звездное небо? Если нет, тогда давайте я вам расскажу про такое природное явление, которое случается на Мальдивах. Я вам сейчас расскажу про свечащуюся воду на Мальдивах. Мне не терпится начать. Тогда давайте начнем. Вот. Фотографии свечащейся воды. Очень интересно. У нас... Обычно это случается часто, регулярно на Мальдивах. А в прошлом году это случалось вообще на многих побережьях. Было аномальное скопление фосфоросветящихся, ну, каких-то живых существ в воде. И даже у нас на побережье Тихого океана, на побережье, ну, территориально Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Сан-Франциско, вот каждый вечер так светилась вода. У нас есть прям даже наши видеофотографии. Ух ты! Не так ярко, не так красиво. Это не часто. Это обычно случается в некоторых местах, а в этом году весной. Но не так ярко. Было очень сильно. Нет, так ярко было тоже, но у нас... Мы живем возле круто, достаточно гордо, поэтому у нас, скажем так, ну, не было такого яркого... А еще можно взять палку и просто порисовать на песке, и прям будет как бы... Рисунок светится. Да, рисунок с синим цветом. То есть от трения светящийся цвет получался, от удара. Просто удивительно, но и опасно. Давайте узнаем про эту светящуюся воду. Происходит это благодаря алюминицирующему планктону, населяющему воды у острова в водах. В ад. Невероятное место. Обычно он начинает светиться в определенные стрессовые моменты, например, во время прибоя и, конечно же, ночью. Но учтите, что он от купания в это время лучше воздержать, потому как фитотоплоактон может выделять ядовитые вещества. Ух ты! Я думал, туда можно зайти и руками поплескаться. Лучше не надо, да? Может быть, возле Мальдив там ядовитые вещества. У нас было сказано, что безопасно и купались, и трогали. В общем, не было никакого... В наших местностях не так сильно, и, видимо, не так удалит. Были, как я знаю. Да, прям вы... Ух ты, как красиво! И вот мы закончили. Вам было интересно узнать? Да, это самая свежая новость. Да, здорово! Классно! Так, ребята, что вы думаете про рассказы Наташи? Наташа, выключай, пожалуйста, картинку, чтобы было видно нас. Так, ребята, вот так Ибрагим, Даня, почему у вас нет видео? Ну и остальные, у кого нет видео? Вы, пожалуйста, на следующий раз постарайтесь, чтобы видео-то было. Хорошо? Наташенька, тебе большущее спасибо. Просто большущее-пребольшущее. Так, ребята, давайте... Тайбирюс, ты хочешь что-то сказать? Давай. Это существо, которое было светящею... У меня, потому что видео чуть-чуть перевралось, я, может, не слышала, но это существо, я думаю, было кальмар-светлячок. Это был... Планктон. Не-не, Наташа сказала, это был планктон. Планктон – это очень маленькие-маленькие животные. Ну, фитопланктон. Ну, это люминесцентный, да, светящийся фитопланктон. То есть это типа как микрокреветки, микро... вот такие вот... морепродукты, которые мы видим крупными, а они бывают очень мелочи для корма рыб. Так, ребята, теперь я включаю демонстрацию экрана. Давайте мы подумаем, что мы будем делать в следующий раз. Значит, кто чего будет рассказывать? Давайте. Мы... Да. Мы не сможем на следующей неделе пройти. Так, хорошо. Так. Что еще будет? Можно, например... Я буду. Так, тебя как зовут? Степан. Так, Степан пишем. Степан, что будешь? Ну, я буду вот на следующем уроке. Ну, да, так что будешь рассказывать? Рассказывай. Я запишу. Алло. Какая тема будет? Ну, не знаю. Хорошо, ты подумаешь, мне потом написать, ладно? Он может написать, он может рассказать, например, про вот эту планету, которая с алмазами или как-то. Еще раз. Вот. Степан, будешь про алмазную планету? Не, вот я еще хотел про одну планету рассказать. Делай еще раз удивительные планеты. Это скорее звезда, а не планета. Ну, вот из-за того, что она слишком маленькая и не плотная, ну, не такая плотная, как нейтронная звезда, ее считают планетой. Ну, тогда мы так напишем, звезда-планета, да? Звезда, звезда-планета, да? Да. Планета. Можно записаться на после следующей недели? Да, давай, чего, Наташа? Не на следующей, а на после следующей. Я понял, но я пока запихурую, что-то сделаю. Я лучше буду рассказывать про вот двухмерных людей. Я расскажу про секвой. Так, хорошо. И четырехмерных. Степан, Степан, подожди, так нельзя. Наташа сказала, нельзя перебивать. Значит, секвой, да? Секвой. Я правильно написал, да? Секвой, да, правильно. Так, звезда-планета и еще двумерные люди, да? Двумерные люди. Мерные люди. Ну, вот я еще про четырехмерных буду рассказывать. Я вот кое-что скажу сейчас. Нет, сейчас не надо. И у нас уже время. Че-трех... Трех... Ой, четырехмерные, да? Это значит двухмерные. Да, вот они могут за нами наблюдать даже сейчас. Еще в следующий раз расскажет. Да. Это в следующий, после видео. Я понял, понял. Я так и запишу. Я потом, чтобы время не тратить, я потом это запишу более аккуратно. Ну что, ребята, я выключаю демонстрацию экрана. Давайте все прощаться. Спасибо. Так, давай, давай, пожалуйста, скажи Тайберус. Ну, я еще могу про зверей, например, рептилий, насекомых. Ага, так, сейчас, стоп. Я тогда запишу, секунду. Тай. Так, продиктую. У тебя такое сложное имя, я не могу сразу. Т-А-Ю. Тай. Бери. Чего? Б-И-Р-И. Тай, а, Тайбериус, да? Да. Так, про что? Насекомые, да? Ну, да, насекомые или рептилии, не знаю. Ли-Р-И-Р-И-Р-И-Р-И-Р-И-Р-И-Р-И-Р-И-Р. Я буду ей помогать в ее презентации с секвоями. Так, подожди. Так, значит, где у нас Наташа? А тебя как зовут? Арина. Наташа и Арина, да? Да. И Арина. Спасибо. Так, ну что ж, замечательно. Сейчас стоп мы вот так выключим. Ну что ж, ребята, спасибо вам, что вы были. Тем, кто рассказывал, большое спасибо, да? Так, ну что, до свидания. До свидания. Пока-пока. Спасибо за урок. Да какой урок? Я ничего не делал. Это вы все делали. Ну все, зовите друзей, чтобы нас было побольше, нам будет интереснее, ладно? Пока-пока. Все.